2017 года Орлей Мендес из Чили. Ну, единственное, кого не хватает в этой кампании, это олимпийского чемпиона из Ирана. Киануша Растами, он эти соревнования в этой категории, по крайней мере, пропускает. Не видел я его в заявках, может быть, не углядел просто. В следующую весовую категорию он переходит. Раньше эта категория была до 85 килограммов. Теперь границы сдвинуты вверх. Это значит, что спортсмены могут набрать лишние дополнительные 4 килограмма и поднимать еще больше веса. Ну, видимо, этим и объясняется периодически то, что Международная Федерация меняет рамки категории. Да, ну, последний раз весовые категории менялись после Олимпийских игр 96-го года. Достаточно давно, именно после тех соревнований были изменены границы весовых категорий. И вот спустя 12 лет три Олимпийских цикла снова решили поменять. Конечно, этому где-то способствовали, в кавычках, какие-то допинговые истории, допинговые скандалы. Решили просто обнулить и мировые рекорды, стереть из памяти. А вот 96-й год, чем вызвано изменение весовых категорий? Тогда еще далеко было до создания такой организации, как ВАДА? Четыре года еще? Далеко, далеко. Но в тот момент, я как понимаю, цель преследовалась просто интерес определенный все-таки подхлестнуть. Потому что всегда, когда меняются весовые категории, меняются рекорды. И в принципе, можно проследить, что мировые рекорды, они по итогам соревнований, да, их становится все меньше в сумме каждый раз. И вот когда вдруг наступает точка, когда за весь чемпионат мира установили, допустим, всего там четыре мировых рекорда, это говорит о том, что надо бы, наверное, задуматься. Потому что зрителям неинтересно, зрители хотят видеть максимальную силу, максимально поднятый вес над головой. И для этого нужно, ну вот, такие вот встрясочки иногда устраивать. Что, в общем-то, и произошло недавно. На самом деле, ничего не предвещало. Буквально год назад были немного изменены правила. Устал уже, сказал. Я говорю, по разу на сто пойдет. Ну, я думаю, один из последних будет Артем Акулов уходить из разминочной зоны. Любой твой каприз, только подымай. Это тренер Римах Медович Терзиддинов, личный тренер, который с самого детства Артема Акулова тренирует. Ну, я думаю, нам его еще покажут однократно. Ну, я из того, что вы, Алексей, сказали, такую логическую цепочку предлагаю. Скорее всего, вот эта тенденция будет очень частая. И возможно, что каждый олимпийский цикл будет заканчиваться обновлением весовых категорий по причине того, чтобы не терялся интерес. И были у нас победители с рекордными результатами. Возможно, причина в этом. Хотя, на самом деле, в мировом масштабе интерес к тяжелой атлетике, он очень сильно растет. Становится все выше конкуренция. Появляется все больше стран, где тысячи людей, сотни тысяч занимаются тяжелой атлетикой. А это рано или поздно принесет свои плоды. Пример Соединенные Штаты Америки. Пять лет назад в группе А у них не было ни одного спортсмена. Пять-шесть лет назад. Максимум по юниорам. Какие-то медали в отдельных упражнениях они привозили. Сейчас мы видим совсем другую картину. Уже у команды США медалей больше, чем у команды России. Хотя традиции такие глубокие есть и у США, и у нашей страны, до этого СССР. Богатая история. Но, тем не менее, к сожалению, в России немножко чего-то не хватает. Хотя, безусловно, залы есть, тренеры есть, базы есть. Мне кажется, определенное падение происходит не только в штанге, а вообще в спорте. Глобальный спорт. Соглашусь с вами. И в России в том числе. Но есть традиционные дисциплины, которые любимы генетически, исторически. И вот состязание с тяжестями, это всегда было присуще России и русским. Не знаю, прав ли я, но я, насколько знаю, вообще такой снаряд, как гиря, он вообще российского изобретения. И поднятие гири, перебрасывание гири. Это в деревнях было распространено такое мужское, мальчишеское развлечение. Да, конечно, штангу у нас поднимать любят. Я думаю, если взять двоих ребят молодых и сказать, кто из вас сильнее, у них есть только два пути. Побороться или поднять что-то тяжелое. Ну, как мне говорил батюшка мой, он тяжеловес, борец, олимпийский чемпион. Давайте смотрим на выступление иракского мастера. Спокойно справляется с первым подходом. Он сам из Донецкой области родом. Так вот там, он говорит, у нас в молодости парня на селе не пускали с девчонками гулять, если он двухпудовик не перекидывал через ворота. Вот ворота такие, ну, большие, а взрослые дядьки через хату перебрасывали. То есть попробовать сейчас хотя бы через гараж перебросить. Хорошо, если оторвет от земли 32 килограмма. Считалось, что ты еще не готов, слаб и нечего тебе с девушками гулять по вечерам. Ну, так вот. Такие увлечения, они, в общем-то, были свойственны. Ну, традиции есть, и я надеюсь, что это все-таки временный спад у нас в стране. И тяжелая атлетика вернет свои былые позиции. И мы будем не только за медали бороться, но и за златые медали. Итак, египетский атлет, 155 килограммов. Вес снаряда. Первый подход. Неплохо. У Египта уже есть медали, как у мужчин, так и у женщин. Вчера Мухаммед Ахаб выиграл золото в первом упражнении. И по сумме вторым был, проиграл китайцу. Вот это молодой спортсмен. Ну, по крайней мере, на прошлом чемпионате мира в группе А он не выступал. 99-го года рождения. И еще такая общая тенденция заканчивает эту мысль. Провалом мы в перерыве тоже с Алексеем это проговаривали. У нас после распада советской системы, именно системный подход рухнул в виде спорта. Отношение как к науке, как к методике. Вот здесь просед большой. Мы сидим на старых наработках. И многие на них тренеры сидят, уже даже не помнят, а просто за счет опыта. И за счет тренерского таланта работают. И опыта вот того багажа, как это было когда-то. А мир далеко шагнул вперед. И даже в спорте, казалось бы, где все уже просчитано померенно. В методике подготовки, подведения организма к максимуму, к пику физической формы. Как улучшить результаты. Все это значительно изменилось. Да, безусловно, спортивная наука шагнула далеко. И вот у нас в стране до сих пор очень многие тренируются так, как тренировались 10-20 лет назад. Но, к сожалению, если меняются какие-то вводные, то не всегда эта методика приводит к тому результату. Ну, простой пример. В последние годы появилось очень много спортсменов в тех странах, где, казалось бы, тяжелоатлетикой-то и не занимались никогда. Вот пример Орлей Мендес в Чили. Да, в Чили. Кто мог вообще представить себе, что чилиец станет чемпионом мира? Почему в Суме? Скажу честно, там есть маленький секрет. В Чили приехал работать болгарский специалист. То есть наши технологии. Потому что в свое время болгар научили... Ну, не совсем так. У болгара свой путь был развитие. Он, на самом деле, очень интересный. На тот момент современный. И вокруг него там ходит много мифов. Все-таки он где-то немного был и секретный, да, поэтому до конца не разобрались в нем. Но крайне эффективный. Потому что маленькая Болгария выигрывала у Большого Советского Союза. Причем это были вот конец 80-х годов. В Болгарии было всего 2000 занимающихся тяжелоатлетикой. А в Советском Союзе, по официальным данным, больше 300 тысяч человек. Ну, то есть вот болгары знали определенный секрет подготовки. И многие, кстати говоря, страны и американцы, очень многие спортсмены используют именно болгарскую систему как основную. В Ленила Санчес 160 килограммов. Первый подход. Армянский богатырь не справился в первом подходе. Очень четкое исполнение. Сам себе понравился. Да, ну, кстати говоря, вот Венесуэла, в отличие от Колумбии, пока еще не светилась на подиуме. По крайней мере, так вот сразу на вскидку не назову я никого. Ну, неплохая география, в принципе, в тяжелой атлетике. Все континенты. Поменьше, наверное, в Африке, да. В основном это, кто у нас, Египет. Да, ну, египтяны, египтянские тяжелоатлеты, они еще с 40-х годов на заре, скажем так, тяжелоатлетики уже отличались. А на самом деле, еще 5000 лет назад, кто же строил пирамиды, знаменитые. Так, вот и Колумбии, да, упомянули Колумбию и Латинскую Америку. Еще один представитель. 160 на штанге. Они очень легко поднимают, очень легко поднимают. Артем Акулов из России, 161 перезаявил большую сторону. Там на самом деле такая началась прям война перезаявок. Сразу, сразу. Целая толпа тренеров побежала. И начали менять, менять, менять начальные веса. Напомню, что есть две перезаявки, которые на каждый вес спортсмены и его тренер могут использовать. Так. Арлей Мендес из Чили, чемпион мира, действующий чемпион мира. 160. У Мендеса хорошо и первое упражнение получается, а еще лучше второе, толчок. Очень четко. Но, тем не менее, запустилась нога, да? Да, возможно, какая-то микротравма присутствует. Хотя сейчас век социальных сетей. Такой плюс мы можем следить практически в режиме онлайн за спортсменами. Арлей Мендес, он ведет свой инстаграм. Регулярно выкладывает какие-то безумные килограммы, которые там на 10 килограммов превышают мировые рекорды. Ну, в общем-то, это все было на тренировках и уже достаточно давно. Сейчас это соревновательный помост. Здесь, наверное, немного потяжелее. Ну, то есть он будоражит своими вот этими публикациями. Публикациями, поклонников. Безусловно. И поклонников, и соперников, я думаю, тоже заставляет поднапрячься. Кстати, советский тяжелоатлет Василий Иванович Алексеев этим славился. Он умел психологически давить своих соперников. Тоже хорошо иракский спортсмен. 160. Али Хашими. Вот в отличие от Ирана, Ирак не так часто представлен в группе сильнейшей, группе А. Хотя, казалось бы, да, один регион. Ну, тем не менее, Ирана, я не знаю вообще, где они тренируются. Там из страны устроили боевое поле. Тем не менее, у них только сходит один супертяж. Тут же ему на смену появляется другой. При этом массовости вида спорта особо нет. То есть у них нет там огромного количества занимающихся, огромного количества залов. Но вот за счет правильной подготовки, использования каких-то технологий определенных, знают систему выращивания богатырей. Египетский спортсмен. Второй подход. Вот уже и ошибка. Второй промах. То есть, получается, ошибся с траекторией слишком мощно, да? Да. Поставил штангу. То есть высоты хватало, а вот по направлению. Вот видно сейчас, как ушла. По дуге начала изначально двигаться. Но здесь ее зафиксировать нереально. Да, сила инерции такова, что справиться к человеческому организму сложно. Неудачник первого подхода. Чемпион юношеских олимпийских ревер. 2014-го армянские спортсмены Хакок Макарчан. Второй раз 160 килограммов. В этот раз берет. Здесь так интересно. Буквально несколько недель назад в Польше проходил чемпионат Европы по двум возрастам. До 20 лет, до 23 лет. И там еще были старые весовые категории. В категории до 85 среди 20-летних спортсменов выступал Ревазда Витадзе из Грузии, который сегодня выходит на помост. Он выиграл соревнования. А среди спортсменов до 23 лет выступал как раз Хакок Макарчан. Он тоже выиграл эту весовую категорию. То есть они буквально две недели назад соревновались в Польше. А сегодня так же вместе. Только там они не соперничали, они в разных возрастах выступали в группах. Здесь уже между собой противостояние. Первый подход у Артема. Давай, Артем. Обязательно надо брать в этом подходе. Внешне маленьким кажется. Один из самых низкорослых в этой весовой категории. Но, соответственно, это ему дает мощь определенную. Отлично. Худшут, фу, хорошее исполнение. У Артема, к сожалению, после чемпионата мира никак не складывалась подготовка. Травма постоянно мучила. Травма бедра не как колено, бедра вот где-то там. Вроде бы начинает подготовку к соревнованию. И в какой-то момент раз болит нога. Вроде бы к этому чемпионату мира дошел он в хорошей форме. Надеемся. Мудревский, Максим, Белоруссия на килограмм больше. Будет поднимать 161. Тоже отечественная школа тяжелой атлетики. Да, здесь два белорусских спортсмена выступают. Первый уже стартовал. Ходосевич следующий будет 62 килограмма у него стоит. Но еще у нас 161 тут пока не все прошли. Ну, плотная, плотная борьба. На самом деле не просто и самим спортсменам, потому что приходится долго ждать между попытками. Приходится иногда заново разминаться. И вот выступал у нас Виктор Гец. Раз таки он там немного травмировал ногу. И одна из причин, насколько я знаю, это то, что между подходами очень большие паузы. Ему приходило заново еще раз делать разминку практически целую. Потом между вторым и третьим подходом еще раз подходить. Это повлияло. Это повлияло, да. В толчке лишь первую попытку он выполнил через боль. И решили просто поберечь его. Ну, потому что смысла особого нет, но надо лазить. Али Ашур не справляется и заканчивает выступление. В итоге 155 килограммов стартовый вес. Начинал бодро. Начинал бодро. Да, да. Очень четкое исполнение было первого подхода. Олег Глебович Писаревский был на ваших экранах. Подал заявку на второй подход Артема Акулову. Ну, смотрите, у нас, кстати говоря, вот эти результаты, которые сейчас поднимаются, они уступают результатам группы Б. Пока Артема Акулов у нас лидирует 161 килограмм. Это всего лишь пятое место на данный момент. А в группе Б... 167 убийц. 163 японец. Ну, вот 166 еще есть. 166 это кореец. Реваз Давитадзе. Первое появление на помосте. Чемпион Европы среди юниоров. Чемпион мира среди юниоров. 165 килограммов. Лучший результат в этом упражнении. Тяжеловато, но с хорошим настроением. Да, ну, сборная Грузии, конечно, переживает как раз подъем. Очень сильные, тяжелые атлетики. Во всех возрастах, во всех весовых категориях у них в тяжелом весе очень много появляется. Да, Лаша Талахадзе, который, насколько я понимаю, он выиграл сейчас все вообще соревнования, которые существуют, кроме там 16-летних, наверное, да. Он олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров, чемпион Европы среди молодежи. Взял все, что только можно. Рекордсмен мира. Ну и остальные ребята тоже очень сильные. Так, давайте посмотрим. Ходосевич. Ходосевич. Дуэт, президент федерации, трехкратный олимпийский чемпион Кахи Кахиашвили и Георгий Асанидзе, тоже, соответственно, олимпийский чемпион. Ну вот любопытно, что грузины... Тренер, главный тренер. То есть они вдвоем сумели создать такую атмосферу, такую команду, которая гремит. В единоборствах тоже очень всегда хорошо стояли, но тоже у них подъем идет. Сильнейший сейчас дзюдо тяжеловес, греко-римской вольной борьбе, армспорт, вот это то, что борьба на руках, очень любят. Сейчас вот этот якутский спорт, масс-рестлинг, перетягивание палки, жутко интересная вещь, тоже там среди лидеров. То есть, ну, поклонники вот таких мужских состязаний. Ну, здесь главное правильно организовать работу и тренировочный процесс. Вот они смогли это сделать и результаты... Олег Хашими. Да. В итоге у него 160 килограммов. Пока 13 место занимает. Вот так у нас вроде группа сильнейших и уже все спортсмены использовали свои попытки, а у нас пока 13 место. Пока Древас Девитадзе, лучший из группы А, пятое место. Вторые попытки латиноамериканцев. Сначала венесуэлец на 165. И уходят. Да, этот парень серьезно настроен взять медаль. Я думаю, 170 он заявит для третьего подхода, а 170 это для этой весовой категории очень даже неплохой результат на данный момент. То есть, он вполне себе, возможно, позволит подняться спортсмену, которого покажут на пьедестал в этом упражнении. 179 условно мировой рекорд, который... Да, мировой стандарт. Стандарт называемый. Морена. Второй подход. Тоже 165. Тоже 5 килограмм прибавил. И тоже с такими же эмоциями поднимает. Разные какие по сложению. Вот длинные рычаги у Морена и... Венесуэлец такой сбитенький, бро. Ну вот сбитенький Венесуэлец, за счет того, что он сбитенький, он больше начинает как раз в толчке. Особенность, да, в рывке, наоборот, достаточно комфортно, когда ты высокий, длинные руки, соответственно, такое мощное длинное движение, высоко вылетает штанга. Так, Артем Акулов, второй подход. 166. Держать. Молодец, молодец. Стоять. Ну, неплохо. Как-то посмотрел... Засчитали, да? Засчитали. Возможно, смотрел он или слышал про Анастасию Романову. Да, вот, к сожалению, у нас пока не было возможности связаться вообще с людьми, которые там находятся, в зале, спросить у них, все-таки, причина незасчитанной попытки российской спортсменки. Потому что сначала все три судьи нажали три белых фонаря беззачитана. Спустя некоторое время жюри вмешалось и эту попытку отменило. Ну, непонятно. Так, тем не менее, Артем Акулов 166 зафиксировал в группе А. Он выходит на первое место. Но пока один килограмм проигрывает колумбийцу из группы Б. Из виду пока не нужно выпускать результат 167. Максим Мудревский справляется и во втором подходе с весом. Ну, у Беларуси хорошая традиция в этой весовой категории. Да, если представить, что раньше она была до 85 килограммов. Андрей Рыбаков, призер Олимпийских игр, чемпион мира, рекордсмен мира. Я 187 килограммов поднимал в этой весовой категории, ну, даже в более легкой. Довитадзе тоже достаточно миниатюрно выглядит. В общем, такой мощи не видно, да? Бывает такое, да, в тяжелой атлетике, что есть спортсмены, которые прям очень атлетичны, а другие... Вчера молодой китаец-то у них... Да, Китай, одни из тех. 18-летний, прям здесь вслепленный из таких круглых мышц. Ну, красиво сложен, но очень мощно выглядит. Опа! Такая же ошибка, вот как и в первом подходе, вперед потянуло. Там вес был меньше, он справился, а здесь вот уже не хватило, и... Причем один судья засчитал. Успел нажать. Ну, такой опасный на самом деле момент, потому что, когда начинают бежать вперед со снарядом и бросают его, иногда он попадает на край помоста и просто как из пушки вылетает. И когда падает на стол судье, судья там чудом успевает выскочить. Вес-то большой все-таки, с 67 килограммов упадет там с высоты подиума, ну, сколько метр где-то. Третий подход. Куражной венесуэлис. 167. Два килограмма добавил. Пока у него все четко было. Почему же два-то? Он же будет проигрывать спортсмена. Ну, вот я здесь буду. А, здесь не будет проигрывать. Ах! Ошибся. И заканчивая это выступление. 165 в итоге у него. Вот рано, рано он выплескивал эмоции. Нужно было, конечно, оставить для третьего подхода. Южная нация. Не смог сдержаться? Да. Очень темпераментный язык. Действующий чемпион мира. Тоже как по-разному берут гриф. Насколько акулов прям вот миллиметры ловит, примеривается пальчиками там. Опа, вот и промах. 168 не пошло. На видео, на подготовке к этому чемпионату мира 180, я понимаю, в этом уровне Арли Мендес. Пока лишь на 12-м месте. Вот так. Ходосевич. Вдем этот подход. Назад не пределай. Ходосевич. На Олимпийских играх 170 покорялись. Ходосевичу. И он именно в этом упражнении лучше выглядит такой. Коронка у него. Сейчас 168. Олимпийских игроков. Вдем этот подход. Вдем этот подход. Олимпийских игроков. Олимпийских игроков. Да, ты выступал на всех соревнованиях. И на чемпионате Европы, и на Олимпийских играх. Картучан так вот немножко притаился после первой неудачной попытки. Но это вот единственное. У него третий подход. 68. 8 килограммов плюс сейчас. У нас у всех спортсменов, у кого остались попытки, это исключительно третий подход. Пока лидируют спортсмены из группы Б. Картучан из борьбы. 160. Дали выбывает. А сейчас каждая попытка спортсмена, это в принципе такая серьезнейшая, мощная заявка на медаль в этом упражнении. То есть у нас осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть попыток. Шесть попыток. Даже семь. Ну, пока еще не отобразилось. Теперь шесть. Да, шесть. И вот колумбиец. Пока он седьмой. Если справляется, то сразу на первое место выходит. Три килограмма он прибавил. Молодец. А вот он удержал так же, как остальные, потянуло вперед. Так, вот он. Отмечаем, что претендент номер один есть. Так, Олег Глебович Писаревский. Это значит, что Артем Акулов вес 168. А нужно ли подходить Артему на этот вес больше пойти вторым номером? Ну, зачем? Ну, не знаю. В любом случае нужно поднимать. И тем самым также хорошие шансы, хорошую заявку на медаль в этом упражнении делать. Выше ногами! И ты, и ты выше встаешь! Еще и нога! Ну, вот та самая травма, она как раз на предельных весах. Ну, здесь дело не только в травме. Здесь просто сил не хватило. Нужной высоты не хватило. К сожалению, к сожалению, там какое-то страшное... Ну, пока пятое место, да? Еще... Четыре попытки. Девитадзе тоже не стал за первое место бороться. Вес по-прежнему 168. Да, и вот он у нас. Нет, не новый лидер, хотел сказать. Еще один претендент. Девитадзе пока на второй строчке. Второй, да? Да, проигрывает он по попыткам колумбийцу. Да, тот все чисто сделал. Так, и... Ходосевич, Мудревский, чемпион мира действующий пока, Орлей Мендес. Имеет подходы. Мудревский только 169 поставил. Да, Ходосевич тоже перезаявит, потому что нет сейчас смысла поднимать вообще никакого. 168 нет смысла. Да. Ну, так и происходит. Вес 169. Мудревский Максим, Беларусь, пока он на четвертом месте. И в случае успеха перемещается на первое и гарантированно уезжает с этого чемпионата мира с медалью. Но нужно поднять. Нет. Не торопился ли? Торопился, прям вышел. Похоже на то. 24 года спортсмену достаточно молодой по меркам тяжелоатлетики и данной весовой категории. То есть, я думаю, еще там целый олимпийский цикл. Можно соревноваться и прибавлять. Но вот сегодня, сегодня не пошло. Так, Ходосевич у нас, по всей видимости, чемпион мира идет. Пропускает. 169. А нет, все верно, да. По очередности вызова сначала Чилиис должен подходить. Если он справится с этим весом, то с 12-го места переместится на первое. Ну, а Ходосевичу нужно будет добавлять один килограмм. Видите, на 170. Чемпион мира на то и чемпион мира. Вот так, одной попыткой с 12-го места сразу на первое. С небольшой оговоркой, что все-таки у Павла Ходосевича сейчас такое основное преимущество. Во-первых, 170 килограммов Павел Ходосевич поднимал еще два года назад. Ну, вот это волнение, оно может сыграть как положительно, когда спортсмен понимает, что так, ну, если честно, либо количество перезаявок закончилось, либо чего-то напутали. Да нет, не закончил в качестве перезаявок, никак не могло закончиться. Вообще никак. То есть просто не стали заявлять 170. Решили за медаль побороться. Ну, что, могу сказать. Молодец. Молодец Павел, но белорусы упустили золото, которое было очень близко. Да, тренеры верили, конечно. Кто-то сказал, килограмм надо было добавить. Ну, возможно, сам спортсмен просто, скажем так, был не готов на больший вес. Поздравляем Павла Ходосевича с серебряной медалью Чемпионата мира. А бронзовым у нас становится грузинский тяжелоатлет Ревазда Витадзе. И космическая плотность результатов. Да, да, интереснейшая борьба будет во втором движении в этой связи. Там тоже, в общем-то, ну нет, там 10 килограммов даже и 12 разлет есть. Да, красавец-то, конечно. Ну, была близка медаль. Каковы шансы Артема? Вот я тоже про это подумал. Сейчас смотрю. Смотрите. 3 килограмма проигрыш первому месту. Поэтому нужно поднимать на 4 килограмма больше. Артем у нас толкает, ну, по крайней мере, толкал неплохо. Очень-очень у него серьезные килограммы. И самое главное... Самый высокий стартовый здесь. То есть, зная Артема Акулова, он может пойти на победу. Просто были соревнования, где Артем, по-моему, студенческие... Нет, извиняюсь, чемпионат Европы, где Артем приехал в плохой форме, только начал восстанавливаться после травмы. И просто нам показали, как он в размеченном зале толкнул, ну, вторым подходом 200, и ему тренер говорит, давай, там, 205, 220, заявляйте, на победу пойду. Но это о многом говорит, да, он психологический победитель. Он готов идти в своем заключительном подходе на тот вес, который нужен для победы. Или в толчке, или в сумме двоеборья. Поэтому можем мы ожидать во втором упражнении интереснейших событий. Вот эти килограммы, они отыгрываются. 4 килограмма – это не очень много. Здесь нет иранца, который, ну, тоже силен, да, там, на мировые рекорды постоянно подходит. Орлей Мендес, возможно, да, 220 тоже он пробовал, поднимал. Но помимо него остальные все по силам Артему. Поэтому будем ждать второго упражнения. Ну, вот у нас итоговая табличка. Смотрите, результаты все, какие у нашего атлета. И будем ждать второго движения. Уже толчок. Где самый высокий вес заявлен как раз стартову Акулову – 202 килограмма. Наш спортсмен Артем Акулов имеет шанс бороться за медали. И сейчас мы вместе с комментатором, специалистом Алексеем Безбородовым переходим к следующему движению «Толчок». Ну и еще раз все-таки о перспективах российского атлета. Первый, который вот так реально может побороться за медали. Хотя утром, сегодня днем, точнее, девочка наша тоже вполне, если бы не украли у нее подходик один, могла принести награду. Анастасия Романова была близка. Будем разбираться, что там произошло. Потому что сначала засчитали попытку, потом жюри отменило неожиданно. И вы как специалисты согласны, что она сделала. Если честно, да. Ну вот единственное, что может быть раньше команда она опустила. Это вот, что приходит на ум, больше ничего. Ну а что касается Артема Акулова. Артем сейчас у нас на восьмом месте, 166 килограммов. И он проигрывает победителю всего лишь 3 килограмма. То есть на 4 больше ему нужно толкнуть. Чем? Чем чилиц. Чемпион мира действующий. Который уже вышел на помост самым первым. Хотя 220 на прошлом чемпионате мира у него была попытка. Ну что-то непонятное на самом деле. Либо действительно какая-то травма. Мы видели, как он на Прихрамово уходил. Да. С помоста. Ну и еще одна новость. Египтянин снялся с соревнований. Вот прочерки стоят в строке. Тоже травма у Али Ашура. Да. Ну он особо не претендовал. 21 место. 155 килограммов. Не имеет смысла. Да понял, что травмой нет смысла бороться. Ну скорее всего да. Скорее всего да. И здесь мы видим все-таки травма есть. У чилийца работают у него как раз пытаются бедро что-то там размять. Ну таким образом можно даже и на второе место нас ориентироваться. Артему Акулову такой же результат у Павла Ходосевича в принципе. Также на 4 килограмма больше нужно поднимать. А Павел Ходосевич в толчке на самом деле, я вот говорил, он не так убедительно выглядит как в рывке. Все конечно меняется со временем. Спортсмены над слабыми местами на тренировках работают. Но скажем так, то что толчок не коронка Ходосевича, это точно. На третьем месте у нас Колумбиец, который все три попытки использовал. И в толчке он начинает с 195. Марина, да. Да, что он покажет, ну пока неизвестно. Пока идет череда перезаявок. Мендес 190 поднял и вот тут же начались какие-то комбинации. Но сидит Реваз Давитадзе. Да, Давитадзе 196 столкнул несколько недель назад на чемпионате Европы среди юниоров. Али Хошеми первым выходит с весом 193. Давитадзе перезаказали они 194. Было 193. Ну то есть где-то близко к пределу они будут начинать. Тоже парень молодой, вес еще набрать не успел. Если в рывке это не столь актуально, да, можно поднимать, то в толчке требуется вот такая мощь. То есть там все-таки техника превалирует, да, в рывке? В рывке техника превалирует, в толчке больше сила. Поэтому тот же самый Венесуэлис, интересно будет на него посмотреть. Да, вот он невысокого роста, крепкий. Обычно такие ребята толкают неплохо. И его тоже сознание потерял? Да нет, скорее какая-то болевая, возможно, штука у него произошла на 13-м месте. Да, да? Врач со всеми знаком, судя по всему, давно. Вообще опытный, конечно, специалист. Столько прошел международных соревнований. Так, нам дают крупный план, и не видно, был бы вообще, что у него. Да нет, так-то все нормально. Здесь. Так, белоруса. Ну, у нас прям претенденты на золото. В рывке один за другим появляются на помосте. Такая картина, ну, достаточно неспецифичная. 193. Мудрецкий, да. Обычно они попозже выходят, но... Ногами! Смотрим. Держим, держим! О, и этот мажет. Вы смотрите-ка. Как раз вспоминали мы Андрея Рыбакова, рекордсмена мира в рывке как раз. Вот он отличался тем, что самым последним он всегда выходил на соревнованиях. И второе упражнение, толчок, у него не очень хорошо получался. И он 185, я помню, установил рекорд мира. И первым самым на 190 выходил в толчке. То есть у него было всего 10 минут для того, чтобы, во-первых, отдохнуть после рывка. И, во-вторых, еще размяться к толчку. И чаще всего он выходил, у него ничего не получалось. И, ну, такой был мастер именно одного упражнения, которое встречается. Здесь, это не такая частая картина, но мы ее сейчас наблюдаем. Когда и Чилиц, который выиграл, и Мудревский, который буквально там за три подхода до окончания рывка выходил, пытался попасть в тройку, уже появились на помосте. И Девитадзе тот же самый, да, 168 он поднял, а одним из последних выходил. То есть первый, четвертый, шестой. Ну, это все на пользу Акулова на самом деле. Ну, пока вот Ходосевич, который второй был в рывке, еще не выходил. У него 194 килограмма заявлено. Было заявлено, а здесь уже... А, да, 193. Мудревский. Макс, потерпи. Ох ты, свело двуглавую мышцу. Если не травмировался, если не травмировался, нет, идет, спускается нормально. Такие нагрузки. Ну, мы не знаем, какой вес у него был до соревнований. Обычно спортсмены стараются на тренировках держать на 2-3 килограмма больше в верхней отметке весовой категории. А потом к соревнованиям немножко убирают вот эти килограммы. Ну, совсем прям маленький, худенький, да витадзе. Ну, молодой еще. Хочется сказать, куда ты идешь. Тем не менее, очень хороший результат в рывке. Да и в толчке неплохой. По юниорам мировой стандарт 200 килограммов стоит. Всего на 6 меньше. Среди взрослых спортсменов, не юниоров, 216. Встает хорошо. О, не вытолкнул, да, получается? Да, да, не вытолкнул. Все верно. Не хватило сил. Практически с предела, начиная с 196, две недели назад поднимал Дэвитадзе. Но это практически тот же самый вес. Почему начали так много? Ну, здесь меньше, скорее всего, нецелесообразно. Дэвитадзе, кстати говоря, как и Артем Акулов, остался за чертой призема. И буквально там в одном шаге всего килограмм проиграл победитель. Посмотрите, кстати говоря, какая плотность у нас. Первое место, второе место 169 килограммов. Третье место и четвертое место 168. Всего там в один килограмм. Ну и вот претендент. Встал, 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 встал. Не торопись, славно. Иди, 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 иди. Залазим четко справляется с этим весом. У Ходосевича 196, я вижу, в прошлом году на чемпионате Европы. Встал, наверное, 200 килограммов не были замечены статистики у спортсмена. То есть где-то близко к пределам он сейчас поднимает. Второй подход. Георгий Асаниндзе, главный тренер сборной Грузии. Ух, просто влезло, ждем, что вы молодили. Ну, один судья углядел движение в локте. Похоже, что это последний подход Девитадзе успешный. Здесь просто на пределе возможностей. Хотя все бывает, как я и говорил, у молодых спортсменов есть такая особенность, особенность, что могут они что-то выдать такое необычное, чего раньше не поднимали, даже если такая тяжелая попытка была. Ну, самый эмоциональный человек готовится. Заленила Санчес. Чуть-чуть сбавил он, посмотрел, что остальные ребята выходят. 198 изначально стояло в заявке у венесуэльца. Мокрая голова, прям струйки текут из-под волос. Разминался, что ли, так, с большим весом? Здесь бывает у всех индивидуально. По сложению хорошо должен делать вот это движение. Латиноамериканцы во втором упражнении все сильны. Независимо от страны, которую представляют, толкают ребята отлично. Смотрим. Ну, что можно сказать? Засчитают. Засчитают эту попытку. Много мощи. А вот использовать ее он так, по крайней мере, по первой попытке, не совсем умеет. Такое тоже встречается. Видно, что там космический запас силы в ногах. Хорошее включение, хорошее выталкивание. Руки выпрямляются, не крючки какие-то, как бывает иногда у спортсменов. Сразу у судьи вопросы могут возникать. Но вот как он это использует? Если бы технику улучшить венесуэльце, он бы килограмм на 10 больше поднимал. Но, опять-таки, может быть, это первый подход, где он волновался. Все-таки... Еще один любопытный участник. Третий результат у него в рывке. А сейчас Морана 195. И Мудревский снялся. Перебирает руками. Ай-яй-яй-яй-яй. И здесь, на самом деле, заволновался. Смотрите, белорус Максим Мудревский снял с соревнований. Видимо, травма бедра. Судя по всему, продолжить выступление. И колумбиец заволновался, заволновался. Явно, обычно, такой вот у них второй элемент. Толчок в груди достаточно... Длина руки парень стал раздвигать сразу. Ну, они так все делают. Чтобы полегче было. Что женщины, что мужчины. Ну, попытка потеряна. И опять-таки, все это на пользу Артему Акулову. Да, 200. Останется только самому ему что-то поднять. Чилиец 200 заявил. 203 он сначала поставил. Хотел дождаться, когда все все-таки покажут, на что они способны. И выйти самым последним, как-то не заявить. Ну, а здесь все так примерно на Акулосе. 199 Морено, нет? 195 будет? Да нет, будет пытаться все-таки зачет дать. А уже третью попытку идти на медаль. Что вы думаете, друзья? Ну, все, что вы думаете. И по-прежнему у нас лучший результат в сумме в группе В. Что в рывке, так до самого последнего момента. Да, 203. Туда была отсылка. Так, глянь же, на подиум попадет. Да, у колумбийца 370 сумма. То есть на нее как раз можно ориентироваться. Адрес, адрес! Да и толчок 203 тоже серьезный. Ну как-то в два движения. Ой-ой-ой, как долго он перебирает. На грани, конечно, судьи защита. Защита, да. 195. Ну это где-то близко предел. 53 сумма уже очень, конечно, теряет. Я не знаю, теряет ли силы, когда вот раздвигают так руки. Я думаю, колумбийцы настолько мощные ребята, что не так сильно это сказывается. Но здесь суть предельно проста в этом раздвижении рук. Чем шире хват, тем ниже будет штанга над головой. То есть меньше амплитуды движения. Да, геометрия понятна. Просто вслепую нужно четко же расстояние тоже поймать. Это же чревато. Так, один из главных претендентов. Да, Павел Ходосевич у нас на втором месте пока идет. И вот так аккуратненько они решили шагать. 198. Надо собирать сумму. В случае успеха 367 наберет. И это будет вторая сумма после колумбийца из группы Б. И что, да, да, да. Главное, главное. Держать, молодец, молодец. Очень хороший подход. 198. Ну и подход на медаль остается. И я думаю, сейчас буду ждать уже до последнего. Гарантировать себе еще одну медаль. У Акулова по-прежнему 202 килограмма. Она являетесь. Что не может не радовать. Армянский тяжелоадлет. Хакох на Карпачиан. 205. Что это интересно? Попытка пойти в Абанк. А нет. На чемпионате Европы до 23 лет 208 толкал. Так что может. Может он вполне. Так, Ирак. Ух, как тяжело. Нет. Неудачная попытка. Это второй подход. И почему-то мне кажется, что третий. Тоже будет такой же. Здесь просто не хватает сил спортсменов встать. Технически все сделано правильно. Может быть, наверное, собраться только если. Еще, кстати говоря, очень важно, сколько отдых будет между такими тяжелыми попытками. Сейчас ребята могут убежать, перезавить больше сторону. Ну, вот, собственно говоря, так и происходит. Пока из того, что мы видим на графике, все уже 199 написали, заставляют Иракса. Снова выходить. А это две минуты. Мышечная масса большая. И отдохнуть за такой короткий промежуток времени будет сложно. Кстати говоря, раньше две минуты был отдых между подходами и три минуты, если ты делал попытки одна за другой. Потом решили все-таки соревнования сделать более динамичными. И сократили эти паузы. Конечно же, динамичность это добавило, но спортсменам стало крайне тяжело выходить. Раньше в Ториборье, когда был жим стоя, упражнение дополнительное, да еще и две минуты плюс три. Так, часиков шесть соревнования продолжались. Очень долго, да? На самом деле, да, представляете, мы сейчас сидели, шесть часов наблюдали за борьбой. Да, вот видно, что пыхтит, пытается кислорода набраться, не хватает отдыха. Опа, попал в отдачу и прошел вот эту точку тяжелую. Молодец! Заслуженные аплодисменты зала. Здесь, безусловно, такие попытки. 198. На медали он не претендует. Результат этот даже в лидеры его не выводит. Но... 358 в сумме. На третьем месте, насколько я понимаю. А нет, Ходосевич, да, уже этот вес поднимал. Поэтому четвертый спортсмен из Ирака. Не, а в сумме, в сумме у нас 370 из группы Б колумбиец. Ну да, пока лидер колумбиец из группы Б. Который не попал в трансляцию. Ну, будем считать, что это особенность введения новых весовых категорий. Еще спортсмены сами не знают, на что они способны. Поэтому иногда заявляют меньшее веса, чем в итоге получается. И вот такие вот казусы с попаданием спортсменов, которых мы даже не видели, что они себя представляют. На подиум. Мендес 200 килограммов. 200. Пока Мендес на 15-м месте в толчке. В случае успеха наберет 369 килограммов. И в сумме выйдет на первое место. У него такая же история была и в рывке. Он тоже был где-то там далеко. Но после подхода все изменил. Ну, чемпион мира, да. В этой весовой категории почему-то, ну и будем считать, что категории до 85 килограммов, такие вот очень яркие ребята выступают. На самом деле и у Артема Акулова такая хорошая группа поддержки. Много фанатов не только в России, но и во всем мире. Любят Артема Акулова. Вот здесь аплодисментов много. Да, 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 да. Он действительно мировая звезда. Чилиец с прошлого года ворвался. Тоже знаю, что за ним следят, его любят, его поддерживают. И вот жалко нет иранца, который тоже он очень такой колоритный, яркий такой перс выходит. И на самом деле иранец отличился тем, что выставил на продажу свое олимпийское золото. Когда было землетрясение, чтобы все деньги, кто у него купит, отдать жителям деревни. То есть так на самом деле, такой благородный поступок. Такое левое плечо как-то, кажется, провалено. Ох, ты... Это что произошло? Сил не хватает, большой вес для него. Да. И вот когда сидит, мне кажется, что у него левое плечо ниже, чем правое. Бывает такое. На подходе. Бывает тоже. Но здесь очень много ошибок. Прихватил штангу руками. Вот если успели вы посмотреть за медленный повтор. Так прям, опа, как крючки у него. Руки согнулись. Это, конечно же... Вот это имеется в виду? Да. Да. Всю нагрузку с крупных мышц, спины, ног он переложил на руки. А руками много не поднимешь тяжелоатлетики. Валенила. 201. Аплодисменты. Аплодисменты. Да. значительно лучше чем в первом походе в техническом по крайней мере исполнении защитный подход и сейчас артем акулов готовятся да все остальные также на 202 но там эндос 201 заявил ну конечно же перри заявит большую сторону до 203 и нам выгоднее было бы с обмен даст не поднял да давай артем будет выступать если толкает этот вес на второе место выходит в толчке на второе место сумме держать держать артем молодец ну что же все так немножко фу алексей а вот ты смотришь у тебя есть вот это волнение я очень я тоже сейчас я боюсь этого чувства как комментатор даже иногда кажется мистически ты влияешь плохо вот не та энергетика хотя мы сидим очень далеко большие расстояния но иногда вот у меня есть так убеждение что все как бы ровно стараюсь не не подключать эмоции то это помогает нашим атлетам выступающим там или на других каких-то соревнованиях и так хадасевич ну что ж по крайней мере у акулова есть уже какой-то результат на него будем ориентироваться до завершения соревнований еще очень-очень далеко еще не выходил еще армянский до злоился и у мэндоса есть попытка и хадасевич сейчас на 202 подходят случай успеха очень хорошую он сумму наберет давай давай павел молодец молодим поздравляем перешагнула рубеж 200 килограммов кстати говоря на чемпионате беларуси только третье место занял там 190 видим как накатил он на этот чемпионат мира сразу на 12 килограммов больше поднял в этом упражнении и в рывке на 9 вот отлично порадуемся за павла 202 и 371 насколько я понимаю у него будет сумма на первое место он выходит наконец-то спортсменный б б башу 206 для акулы заявка если давитад затолкает он выходит в лидеры в этом упражнении на первое место перемещается ну а в сумме набирает 371 также как и хадасевич но будет ему проигрывать на второй строчке будет дивитация неправ я бы как-то сказал что это последний выход но при этом все-таки говорил что это гюниор да он смог собраться это очень сверх важная была для него попытка рекорд установил да и конечно и рекорд среди юниоров причем не просто установил рекорд а превысил его сразу на три килограмма но бесполезно было подходить 201 это ничего не давало а 203 это хорошие шансы на медаль все будет от остальных ребят зависеть что там они покажут ну неизвестно мэндес мне кажется он может и 210 заявить дождаться сильный парень может может удивить пока 204 до но время еще есть 203 валенила венесуэле 371 килограмм 2 2 атлета ходасевич и до витадзе в сумме 371 показали мне кажется перезаяю сейчас вес все таки да на килограмм больше 204 и это попытка выйти в лидеры в этом упражнении в определенные шансы сохранить на призовое место что они не будут в этом упражнении о чем она не будет и я не обнимаясь я не обнимаю это не будет я не буду это не будет это не будет это не будет ух ты очень яркий поздравляем поздравляем очень хорошая и кстати говоря он тоже юниор 99 года рождения до до устанавливает в сумме мировой рекорд и в толчке и в сумме вот так рекорд реваза давитадзе буквально одну минуту всего продержался тут же был побит венесуэльцам молодым дебютант чемпионата мира и вот так вот сразу включился в борьбу за медали и вот герой выход каков макарчан а а а а а Опа, ну такой специфичный способ подъема, который называется швунг. Многие спортсмены его применяют. Китайская школа славится. Они, правда, садятся еще ниже. Да, вчера я это видел. На уровне циркового искусства получается. Ну и, конечно же, советские тяжелоатлеты. Виктор Соц, чемпион мира, одним из первых в мире начал применять такой способ подъема. Да, ну а для нас сейчас важна вот эта попытка. Артем Акулов, 206 килограммов. Сверхважный подход. В случае успеха Артем на первое место в толчке выйдет и на первое место в сумме. Пока он третий. Четвертый даже. Давай, Артем, терпи. Держать, 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 держать. Локти нормально. Поставить ноги. Есть! Волнение какое. Что? Засчитали, засчитали попытку. Засчитали попытку. Главное, чтобы не вмешалось жюри в очередной раз. Не будем торопиться. Еще много подходов осталось у соперников. Конечно же. Немножко подвисло у нас табло. Табло. Нет, вроде отвисло. Все, попытка армянского тяжелоатлета появилась. Фух. Да, было, что засиделся. Это мы видели. И, честно говоря, немножко вот жутковато было встать. Так, ребята, поздравляем Артема Акулова с медалью. Все, здесь гарантированно он будет в тройке. Пока на первом месте остались попытки у армянского тяжелоатлета и училица, который самым первым открывал наше соревнование. Вот сейчас как раз он готовится выходить на штанге 210. Устанавливают, как я и предполагал. Артем Акулов переписал 210. Армянский спортсмен 212. Во втором подходе. Но очень многое зависит от того, что покажет сейчас Чилиец. Чемпион мира. Прошлого года и в сумме, в рывке и в толчке. Сумма 378 у него была, но категория 85. Но он там и после 203 сразу на 220 пошел. Пытался мировой рекорд установить. Почти получилось год назад. Нет, 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 нет. С правилами это была попытка толчка, даже если бы он поднял. То есть правилами этого не считалось, если бы он все-таки сумел. Там очень такой тонкий момент. Иногда спортсмен имеет право поправить штангу, если она ему неудобно легла. Какие-то действия. И как раз ценят. Но при этом есть и так называемая попытка толчка. То есть когда видно было, что спортсмен вроде начал, вот как Чилиец, да? Вот он начал выполнять и остановился. То есть он не поправлял ее. И такое уже вот со второго раза, даже если бы он толкнул, ему бы не засчитали. Хух. Ну, Артему Акулову очень важно подходить. Пока он лидер и в этом упражнении, и в сумме. Но сейчас это большой вес для Артема Акулова. Действительно большой. Он последние годы даже не подходил нигде на соревнованиях, ни на тренировках. И потом будет все в руках у Макартычана. Очень мало было времени для восстановления. Давай, Артем. Ну, давай. Своими ногами надо вставать. Как же так? Так, никогда это не было проблемой для Артема Акулова, встать со штангой. Ах. Ну что ж, он сделал все, что мог. Действительно, на предел. Алексей, мало времени на восстановление. Да. Очень плотно все шло. И сам по ногам своим показал. Поздравляю. Поздравляю Артема Акулова с медалью. Поздравляю Рима Ахмедовича Серозидинова. Моего друга, большого и тренера Артема Акулова. С детства он его ведет. Отца Артема Акулова, Максима Акулова. Мастер спорта по тяжелоатлетике, который привел Артема в зал. И всех российских болельщиков с этой медалью. Это неважно, какая она будет. Уже хорошо. Две попытки, чтобы выяснить, какого достоинства медаль. Ну, сейчас все решится. Поздравляю. Ох, от груди-то хорошо, он поднимает. Нет, пока не получается. И тоже мало времени будет. Две минуты будет. Ну, здоровый парень. Мощный, здоровый. Молодой, 97-го года рождения. Да, 21 год ему. Может, может он, конечно, собраться. Здесь вот при взятии на грудь немножко расслабился. И вот эта вот любая задержка, она сразу же приводит к тому, что силы просто раз и тебя покидают. Вот ты где-то ошибся в каких-то других элементах. Ну, и, конечно же, давление психологическое, оно присутствует. Ты понимаешь, что от этой попытки все зависит. Да. Зависит победа. Победа. Не просто победа, а победа на чемпионате мира. После олимпийских игр главный старт в тяжелой атлетике. Причем, у нас же чемпионат мира, он в олимпийском цикле по три раза проходит. Год олимпиады его нет. Тоже, в принципе, за свою спортивную карьеру не так часто. Не так много, да, возможностей. Хотя вот штанга чем хороша, в силу того, что здесь два вида. Ты можешь и в одном, и в другом быть с медалью. Это тоже такая возможность не везде бывает. Диктор в зале попросил тишину абсолютно. Давайте мы тоже посмотрим. Сейчас судьба решается. Судьба этой весовой категории. Лучший старт. Поздравляем! Поздравляем Артема Акулова! С золотом чемпионата мира. Двухратный чемпион мира Артем Акулов. Ох, не было вообще близко даже медали. Сразу золото. Четыре дня ожидания. Олег Глебович Писаревский, главный тренер сборной команды. Он сделал это. Вот Рим Ахмедович. Асланбек Идиев. Наш прославленный тяжелоатлет. Все там. Конечно же расстроен. Хакоп Ангарта-Чан. Но у него тоже еще все впереди. Старые добрые. Поздравляют белорусские тренеры. Павел Хадасевич у нас, к сожалению, в толчке выступил хорошо. Но лишь шестое место у него в этом упражнении. Мы специально помолчали, потому что близко была камера и хорошие реплики, эмоции. Асланбек Идиев, наш призер чемпионатов мира, Европы. До 37 лет медаль завоевал. Асланбек Идиев 37 лет на чемпионате мира. Самый возрастной российский спортсмен, кто попал на подиум. Именно вот он на экранах. Он этот совет дал, что нужно поднимать столько, сколько нужно для победы. Спасибо, Артем. Очень приятно. Серебряная медаль из Суми Павел Хадасевич. В толчке он не попал на подиум, но по Суми второе место. Очень-очень достойно. Поздравляем его. И Девитадзе бронзовая медаль в Суми. Да, удивительно все-таки. Я говорю, какой парень этот молодой грузин. Самый такой легенький, миниатюрный внешний по мышцам. Не виду мощи вот этой. Оказывается, не это главное. У меня нету штанов. Как в ротушках. Очень неожиданно. Вот если честно, перед этим чемпионатом мира, ну, зная подготовку Артема Акулова, ну, на медаль могли рассчитывать. Это однозначно прогнозировалось все-таки. Позволял. Ну, ребята, до начала. Ну, что это будет золото? Это неожиданно просто для всех. Все ребята пришли. Размеку на нян. Сергей Петров, который уже от выступались, пришли поздравить его. О, действительно. Выходите отсюда! Акула, фортура. Погоняйте. 94-го года рождения. Получается, 24 года. Ну, самый расцвет для тяжелоратлетики. До 28 лет. 26 лет в Токио на играх. Можно. Дай бог, чтобы здоровье позволило. В принципе, в этой весовой категории все сильнейшие у нас были на помосте. Да, то есть, раскладка перед Олимпиадой, она примерно понятна. Седаков Георгий. Да, да. Кстати говоря, какой он стал? 18-й. 191 в сумме. Впервые на взрослом чемпионате выступал Георгий Седаков. Ну, на самом деле, сборная команда России тоже столкнулась с такой определенной проблемой, наверное, можно так сказать. Количество весовых категорий на чемпионатах мира выросло. И вот Колумбиец, который из группы Б, 4-й. Чуть-чуть не добрал, килограмма не хватило. Уланов Денис, отметим, 14-е место. Из Казахстана сильный спортсмен, в общем-то, очень-очень. Но вот 14-е казахи так очень аккуратно к этому чемпионату мира подошли. И... ... ...